Всем привет! Со мной связался производитель наушников игровых. Это у нас версия RGB, моделька H6. Давайте посмотрим и послушаем, поиграем. Встречает вот такой буклетик, всё на английском языке. Рассказывается, как в винде, что подключить, как что где нажать, как подключить микрофон. Микрофон съёмный, дальше показывается инструкция тоже, как всё настроить, чтобы у вас всё работало отлично. При этом не нужно ставить никаких дополнительных программ. Это, мне кажется, хорошо. Так что давайте перейдём уже к самим наушникам. Итак, наушники у нас, конечно же, USB-шные, потому что нужен звук вокруг и 7.1, как здесь заявлено. Смотрите, это прям... Пульт, конечно, гигантский. Есть специальный эквалайзер. Скорее всего, три преднастройки эквалайзера. Звук 7 в 1, плюс-минус. И здесь у нас, наверное, включение-выключение микрофона. Холда. Сам провод весь в оплёточке. Это, конечно же, не медный. Здесь у нас смайлики, скорее всего, они подсвечиваются. Сейчас мы это проверим. Так, ну... Сами дужки у нас металлические. Вот это изголовье здесь мягенькое. Это кожзам. Полностью обшито. Левое и правое подписано. Амбушюрки приятные, мягкие. Скорее всего, в них будут потеть уши. Особенно сейчас, когда на улице почти 30 градусов. Будет прям не очень. Но радует то, что данные наушники можно использовать без микрофона. То есть, если вы играете один и не хотите, чтобы вам мешал вот этот микрофон, просто его можно отсоединить. Он у нас на джеке сделан. Не как он... А, нет, смотрите, у него ключ есть. То есть, повернуть его в какую-то сторону нельзя. Здесь вот есть такой вот ключик. Смотрите, вот здесь вот такая штучка. Здесь вот такая вмятинка. И все встает очень туго. Микрофон можно, конечно, изгибать во все стороны. Но, если он вам мешает, его лучше вытащить и играть полностью без него. Сейчас запускаю какую-нибудь игру. И пробую, что там, как там, чего. И поделюсь с вами своими впечатлениями. Подключил наушники. Смотрите, вот такая RGB-шная подсветочка. Обнаружил, что здесь у нас есть воздуходувы, которые помогут нам не потеть в данных наушниках. Но я сомневаюсь. Так что сейчас буду тестировать. Итак, посидел каточку, поиграл в доту. И хочу сказать следующее. Микрофон мне сказали, что меня слышно нормально. То есть, микрофон, в общем-то, рабочий. Что касается звука. Звука 7.1. Ну, дота, наверное, не очень для примера данной функции. Но, в общем-то, звук меняется. Да, он становится какой-то более объемный. Но какого-то прям большого эффекта от 7.1 я не обнаружил. Здесь у нас есть эквалайзеры, как я и говорил. Первый, это, мне кажется, самый нормальный. Вот эти два режима, они очень басистые какие-то. Я не оценил. Может быть, смотреть фильмы с этими эквалайзерами будет нормально. При этом, кстати, что вот этот средний, что вот этот верхний, в общем-то, одинаково. И какой-то большой разницы между ними я не обнаружил. Кнопочка плюс-минус хорошо работает. Мьют тоже, ну, включили, выключили мьют. То есть, ничего необычного. И минус данных наушников, то есть, вот эта RGB-подсветка, она будет всегда ее никак отключить я не нашел. То есть, все потыкал, все понажимал. Ну, в общем-то, тут нажимать мало, что можно, но, в общем-то, отключить как-то вот эту подсветку я не смог. В общем, наушники неплохие, учитывая то, что здесь у нас металлические дужки, металлический обод. В общем-то, это круто. По звуку, в общем, тоже неплохо. Можно брать точно. Ссылочка снизу. Вашу лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok